Друзья, гобоисты, всем здравствуйте! Заказал Гобой с Алиэкспресса для ученика, для первого класса. Фирма Морески, она абсолютно ни о чем никому должна говорить. Заказывал на Алиэкспрессе, стоимость 17 тысяч рублей. Это на тот момент был самый-самый-самый бюджетный вариант. Эбонит и никелированная машинка. Система полуавтомат, нотка Ре, выглядит вот таким образом. Отверстий таких нет. Металл такой не сильно внушает доверие, но все вроде как кроет. Нота До низкая, интонационно уже поиграл чуть-чуть. Не совсем удобный клапан C7, такое чувство, что он находится немножко в заваленном состоянии по сравнению с моим инструментом. Но, тем не менее, при определенной суровке везде попасть можно. Для музыкальной школы, я думаю, что будет вполне себе. По весу он, ну, легче, чем деревянный инструмент. Немножко поиграю на инструменте, на этом, чтобы можно было послушать интонацию и тембр регистра. Просто тяжеловатое. Ре мажор. Для сравнения, поиграю на другом инструменте, это Людвиг. Тоже самое сыграем от ноты реги моль. Ногобои за 17 тысяч рублей. Не очень кроет. Не знаю, будут ли детские пальчики прожимать клапаны, чтобы они... А может быть, еще и прииграется. Сыграем то же самое на Людвиге для сравнения. Сыграем то же самое на Людвиге для сравнения. Сыграем то же самое на Людвиге для сравнения. Я не знаю. Если есть какая-то разница тембровая, потому что, не знаю, когда я играю, я сильно не могу ловить. Но на Людвиге, естественно, легче играть, чем на этом. Неразыгранный, непонятно по регулировке, ничего не крутил. То есть, играю так, как есть. Как вытащил с коробки. Так и играю. Да, вот нота до очень сомнительная. И ми скрипит. Ну, может, не докрывать что-то еще. Может, ми бемольди докрывать, из-за этого скриптовать. Может, фа диез не докрывает. Я думаю, что если она нам заниматься, то привыкнуть можно. За день-два и как-то более-менее даже играть именно. Как-то... КОНЕЦ Ну, то есть, не самая свободная. Поэтому такой есть момент, как будто бы не очень. КОНЕЦ Ну, я думаю, что если взять более свободную трость, более яркую, то на нем можно вполне заниматься. То есть, я могу сказать, что для музыкальной школы инструмент, ну, по минимальным требованиям подходящий. Он кроет. Интернационно он не криминальный. Он не тяжелый. И все риски по поводу того, что деревяшка может треснуть, сведены к нулю. Потому что это не деревяшка, это ибанит. Нота до мне не нравится. Хочется очень высоко играть. Да, надо просто об этом знать, что она не низкая, и сразу же играть ее выше. Тембровый, естественно, он пестрый. Но, опять же, вопрос привычки и занятий на инструменте. Конечно, он не такой четкий. Хотя, я думаю, это вопрос привычки. На инструменте надо заниматься. Ну, пальцы соскальзывают. Надо заниматься. Так, конечно, сходу тяжело понять. Но, опять же, что можно требовать от инструмента за 17 тысяч рублей? Так, конечно, сходу тяжело. Так, конечно. Так, конечно. Так, конечно. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Я считаю, что это инструмент, на котором можно заниматься в музыкальной школе. Как он будет вести себя дальше, покажет время. Если у кого-то какие-то вопросы, буду рад ответить. Спасибо за внимание.